Ну, спасибо за проявленный интерес к этой теме. И давайте попробуем рассмотреть, какие вообще инструменты в Excel нам могут быть доступны на предмет консолидации данных. Но сперва несколько слов. Значит, кто если со мной знаком, меня по-прежнему зовут Ольга Кулешова. Я являюсь преподавателем в специалисте, ну, уже почти 14 лет. В большей степени занимаюсь офисными программами, из которых наиболее, это, конечно, Excel. То есть есть мой блог mirxl.ru, ну, а любую информацию обо мне, о курсах наших, вы всегда можете увидеть на нашем сайте специалист.ru. Ну, по мере свободного времени и прочее, я стараюсь как-то решать свою деятельность. То создаются новые курсы, то новые методические материалы, то пишу иногда какие-то статьи. Ну, в общем, всю эту информацию, ее можно видеть как на сайте, на странице преподавателя, так и, собственно говоря, на моем блоге. То есть если кто обучался у нас на Excel, то первый Excel, второй уровень, третий, бизнес-аналитика – это методические материалы, все тоже созданные непосредственно мною. Так, ну, ближайшие группы, если с точки зрения Excel, то ближайший месяц я тоже присутствую в расписании, просто иногда меня можно встречать порой месяц-два, но это значит, что я где-то на корпоративных заказах. Поэтому информацию можно легко увидеть всегда на нашем сайте, там всегда актуальны, ну, как бы, современные информации. Так, значит, что мы с вами затронем, какие варианты? Ну, собственно говоря, несколько инструментов, которые позволяют так или иначе консолидировать данные. Ну, все, во-первых, определяется чем? Смотря какие данные сами по себе источники у нас есть, и что мы хотим получить, ну, что называется, на выходе. Четыре, как бы, подхода. Первый – будем использовать непосредственно сам инструмент, который называется консолидация. Он позволяет нам объединять несколько однотипных таблиц в одно с выполнением какой-то операции. Эти однотипные таблицы, они могут быть в одном файле, в разных файлах, то есть здесь, в общем-то, практически ограничений таковых нет. Затем посмотрим, что можно использовать консолидацию непосредственно при построении сводных таблиц. То есть такой вариант тоже возможен. Обычно, ну, если говорить про версии Excel от 2007 и дальше, многие эту возможность не находят, потому что она не на виду, ее нужно, ну, как бы, кнопочку доставать. Раньше это было общее окошко построения сводных, но в современных версиях это убрали. Также посмотрим, какая может быть особенность консолидации данных в сводных таблицах, но не ранее 2013-й версии, потому что там есть некоторые возможности, которые были добавлены, и благодаря которым можно тоже быстренько сразу из нескольких таблиц построить сводную, ну, тем самым как бы консолидировать данные, там, к примеру, одного года, другого, там, или квартальные, или еще какие-то. Ну, и, конечно, все эти вопросы можно решать и посредством функций. Многообразие, в принципе, есть. Некоторые, конечно, консолидируют по принципу равно и сами щелкают в ячейку, но это очень вот такой быстрый, ну, в кавычках, конечно, способ, его мы опустим. Так, значит, начнем сперва с консолидации данных. Ну, например, я сделала здесь заготовочку, обычный файл Excel, сейчас здесь вообще он пустой листик, и, например, у меня есть четыре отдельных файла. К примеру, там, южный регион, видите, здесь наименование, ну, и, например, там, какие-то четыре показателя – объем партии, затраты, выручка, прибыль. Допустим, в южном здесь, включая заголовок, 23 строки, ну, или другим словом, 22 строчки данных, да? Ну, будем считать, включая заголовок, так и прочее. Есть дальневосточные, структура таблиц аналогичная, но мы видим уже 30 позиций. Есть, например, северный, у которого 19, ну, и, к примеру, центральный, у которого тоже 30 позиций. И вот, например, ну, эти данные у меня в разных файлах, поэтому в этом случае что делается? Изначально мы их все открываем. Ну, а если бы эти данные были в одном файле, то, собственно говоря, ничего, кроме как уже начать использовать саму консолидацию, нам с вами бы ничего делать не пришлось. Так вот, с чего мы начинаем консолидации? Значит, консолидация всегда начинается с того, что мы указываем ячейку, откуда хотим разместить этот консолидируемый диапазон. То есть это будет левая верхняя ячейка в вашей будущей таблице. Ну, условно я поставлю начало листа. Во всех версиях программ без исключения консолидация выглядит абсолютно одинаково и по возможностям, собственно говоря, аналогично. Располагается она на вкладке «Данные», и здесь в группе «Работа с данными» есть прям кнопка «Консолидация». То есть «Данные консолидации». Такое окно вы увидите абсолютно в любой версии, даже если откроете очень-очень старые. Значит, консолидировать можно, используя только одну из 11 операций. Ну, как вы видите, сумма, средняя, минимум, максимум, произведение, количество чисел. Что касается отклонений и дисперсий, ну, это более редко используемый вариант, в основном для тех, кто занимается какой-нибудь уже совсем страшной статистикой. Ну, наиболее часто используем операция «Сумма», поэтому она неспроста находится как по умолчанию. Ставлю курсор в поле ссылка, и теперь, в принципе, моя задача – следовательно ходить, выделять диапазон исходный и добавлять их, ну, как бы, в копилку диапазона. То есть я тогда иду на лист южный, выделяю таблицу и нажимаю кнопку «Добавить». Выделяю вместе с заголовками, потому что в ряде случаев это бывает очень важно. Так, когда я нажимаю «Добавить», он пишет полностью адрес, все как полагается. Вот здесь у обладателей 13-й версии случился такой маленький, что называется, косячок. Если я сразу пойду выделять, что я могла позволить себе в предыдущих версиях, и было все правильно, он не позволит мне выделить. Поэтому после того, как вы его выделяете, приходится удалять все, что было в поле ссылка, как бы опустошать его, и потом только уже смело переходим в другой диапазон и выделяем другой. Такая особенность только, если вы берете данные из другого файла. Если внутри одного файла, то здесь тоже все нормально. Поэтому каждый раз, когда я что-то выделяю, добавляю, после этого, прежде чем совершать следующее действие, нужно опустошить поле ссылка, сделать его пустым и, соответственно, непосредственно выделить исходный диапазон. Но, как несложно догадаться, так можно выделять достаточно много диапазонов, и 60, и 70, то есть по мере необходимости. Теперь, если я больше ничего не сделаю, то и скажу «Окей», ответ будет весьма странным. Поэтому на что здесь всегда нужно обращать внимание? Есть такое понятие, как подписи имен, то есть использовать в качестве имен. Предлагаются подписи верхней строки. Это особенно важно, когда у вас порядок расположения столбцов может отличаться во всех этих таблицах. Но чтобы он правильно их собрал, нам нужно в этом случае, чтобы у них были абсолютно одинаково написанные заголовки. Иначе будет не консолидация одного и того же параметра, вам не будут эти данные, например, суммировать, как мы, а просто будут писаться разные названия столбцов, и на выходе мы получим, например, все варианты написания тех или иных заголовков и данные под ними. Ну, то есть реально мы не сможем тем самым их консолидировать. Ставлю галочку «Подписи верхней строки», то есть тем самым вы заставляете программу читать заголовки. Если вы эту галочку не поставите, то обычно выделяют тогда без заголовков, и заголовки могут отличаться по написанию, но вы четко должны понимать, что порядок расположения столбцов во всех табличках одинаковый. То есть это будет вот именно уже консолидация по факту расположения. Ну, в жизни, наверное, чаще всего все-таки на заголовки мы больше ориентируемся, поэтому если даже где-то чуть-чуть отличаются, нужно просто взять их и привести в единое соответствие. Может быть, там одну шапку скопировать на остальные, чтобы уже везде были одинаковые. Значение левого столбца. Консолидация работает с одним «но», то есть с одним ограничением. Если критерий, по которому вы делаете вот эту группировку, ведь надо же данные как-то группировать, а потом их уже обрабатывать. Если этот критерий находится в крайнем левом столбце, выделяемой области. То есть нигде никогда не написано, но есть такое какое-то четкое ощущение, что у нас внутри консолидации проживает, ну, что-то напоминающее функцию VPR или VLOOKUP, как она в английской версии. Если вы эту галочку не поставите, там ситуации, возможно, две. Первую ситуацию он все правильно посчитает, но вы не будете понимать, какая строчка данных за что отвечает. А вторая ситуация, он просто практически переписывает все эти данные, ничего не консолидируемо. Ну, то есть что в одном, что в другом варианте, вы не получаете все равно нужного варианта ответа. То есть я сейчас пока скажу просто окей, и тогда, опять же, особенность 13-й версии, она говорит сама, сбегаешь на тот лист, где ты все это консолидировала. Раньше было так, ну, откуда пришел, там тебя и оставили. То есть я тогда сейчас, получая, ну, 30 позиций было максимум, в каких-то табличках что-то было больше, что-то меньше, но сам факт того, что он пробежался по всем файлам, если номинование встречалось, то, соответственно, он его сложил с таким же номинованием, которое встречалось в другом диапазоне. То есть если задача просто получить значения, которые в дальнейшем не должны меняться, ну, то есть на состоянии сейчас, то она уже выполнена. Однако, возможно, второй вариант. Ну, например, я сделаю это на этом же листе, потому что если я начну делать на другом листе, мне опять придется сидеть и выделять эти диапазоны. То есть я еще разочек зайду в консолидацию, а если на этом листе уже консолидация строилась, то программа всегда уже показывает, какие исходные данные задействованы были. Ну, если только кто-то следы не заметал и не удалял почти все. Так вот, у меня ничего не менялось с точки зрения таблиц, да, все осталось как есть. И можно еще поставить галочку создавать связь с исходными данными. Команда эта доступна всегда, но работает не всегда. Если ответ, где вы строите, располагается на отдельном листе от исходных данных, то тогда связь будет возможна. Если, например, у вас исходные данные находятся на одном листе, и на нем же вы строите, например, консолидацию, ну, к примеру, на листе там три таблички, и вы решили сконсолидировать, то в этом случае вы поставите галочку, и вам вскоре скажут, что этого делать нельзя и прогонят из этого окна. Поэтому программа на все реагирует. Ну, а когда ответ на одном листе, а источники где-то в другом месте, это уже не столь важно, в одном файле или в разных файлах. Самое главное, что они не вместе на одном листе. То тогда уже возможно видеть ответ с так называемой связью. Его очень легко увидеть внешне. Мы видим с вами сразу, у нас появилась структура листа, ну, или группировка. Если теперь я щелкну, например, валенку в сумму, то я вижу, что это не просто число, как в табличке выше, да, там просто числа были, что это действительно сумма неких ячеек. Если я аленку на плюсик раскрою, то, пожалуйста, я сразу вижу, из какого файла откуда берутся данные. И если, например, структуру раскрыть пошире, да, то в результате, если у нас название файлов адекватные, не по принципу, там, книга 1, 2, 3, да, то сразу видно, какие данные откуда, собственно говоря, пришли. Вот если, например, я сейчас вижу для вас, и вижу только дальневосточный, там, центральный и южный, то я понимаю, что в северном регионе, да, эти данные отсутствуют, либо, как вариант, не забыли предоставить, да, либо, например, там, допустим, этот вид шоколада не востребован. Соответственно, здесь стоят все ссылки на ячейки. Как и всегда, в этом случае на вкладке данные сразу становится доступна команда «Изменить связи». Если, например, вы получили такую структуру, вот именно в таком виде вам надо, но при этом не хотите, чтобы были линки на эти исходные данные, то вы можете зайти в «Изменить связи» и здесь непосредственно взять и сказать «Разорвать связь». Тогда те числа, которые были на текущий момент в тех файлах, у нас остаются, ну, и, собственно говоря, дальше, например, мы с ними продолжаем работать. Ну, или просто видим последнюю, там, какую-то отчетную стадию, да, и на счастлив. Если данные будут в ячейках меняться, то при открытии, как и всегда, у вас будет появляться команда «Включить содержимое», ну, своего рода обновить, да, и если файлы будут оставаться на своих местах, то мы с таким же успехом сможем их обновлять. Единственное, консолидация, независимо от того, как вы выделяете и что вы делаете, если здесь меняются, там, добавляются строчки или еще что-то, то в этом случае она, к сожалению, ничего обновлять нормально уже не может. Она вот тупенько связь, например, взяла данные из ячейки B2. Сейчас здесь это «Аленка». Если вместо «Аленка» я там напишу «Буренка», то он об этом уже не знает. Поэтому если в ваших источниках что-то меняется, кроме просто цифр в ячейках, да, то реально нужно старую консолидацию удалять и строить всегда новую. То есть это вот особенность обновления, но за счет того, что делается структура, как бы получается не очень гибкий вариант. И так получается, такого рода консолидацию, либо сразу свести все в одну табличку. Если вам нужны разные операции, то здесь, увы, акса, раз делать нельзя. То есть в каждой таблице это результат обработки только одной операции. Если вы получаете какие-то лишние инстанции, то получили, потом уже просто взяли и их удалили. Потому что выделять как-то произвольно, ну, к примеру, там первый столбец, пятый, так мы не можем. Вначале все консолидируется, а потом излишки обычными удалениями, там, строк столбцов уже ликвидируются. То есть еще раз повторюсь, консолидация без каких-либо особенностей, она абсолютно одинаково работает во всех версиях, без исключения, какую бы вы где ни встретили. Единственное одно «но». Чтобы консолидация работала, вам нужно предварительно, ну, как бы подумать об источниках. То есть привести их в такой вид, чтобы вы могли всего лишь выделить исходный диапазон, и критерии, по которому вы их группируете, всегда при выделении должен быть в крайнем левом столбце. Теперь давайте рассмотрим второй вариант. То есть это у нас был первый вариант консолидации. То есть одна книга, разные, как мы видели, разницы нет никакой. В сети находится файл, не в сети, все абсолютно одинаково. Теперь второй вариант. Будем задействовать ту же консолидацию, но при построении сводных таблиц. Ну, вот здесь на презентации я оставила окно. Если, например, кто там вдруг еще остался в 2003 версии, правда, сейчас таких крайне редко можно встретить, но тем не менее, то, в общем-то, там построение диаграмм как раз всегда и шло с этого шага. Потом нам сделали более удобный для нас вариант. Ну, а если вот понадобится, то это тоже можно все выбрать. Так, задача у меня будет такова. Я иду на листик сводной таблицы, вы видите, он абсолютно пуст. Я хочу теперь сделать практически аналогичную задачу на основании данных этих четырех, опять же, округов, вот этих шоколадов. Ну, например, посмотреть и увидеть, как это будет посредством сводной таблицы. Обычно, когда мы начинаем строить сводную таблицу, мы с вами там выбираем «Вставка», «Сводные таблицы». Ну, а здесь мы можем с вами только либо выделить какой-то диапазон, да, ну, он один, правильно, с этого листа, с другого, с другого файла, это не столь важно. Либо мы можем использовать какой-то внешний источник. Ну, к примеру, это может быть там другой файл Excel, или там база данных Аксесс, или подключение еще к другим каким-то внешним источникам. Но получается, за раз выделить больше, чем один я здесь физически не могу. Поэтому в этом случае нам нужно достать кнопку, которая как раз отвечает за мастер-сводных таблиц. Изначально ее нет во всех версиях, начиная с 2007-й, но команду никто не убирал. То есть она как была, так и есть. Поэтому кому нужно, то просто себе достает кнопочку и дальше этим пользуется. Ну, я пойду стандартно. Вверху у нас это панель быстрого доступа, да, если в нее щелкнуть, здесь сразу есть команда, другие команды. Или альтернативно, это команда какая? Файл параметры, и в левой части выбирается панель быстрого доступа. Ну, здесь нам изначально показывают часто используемые команды. Это, конечно, по мнению разработчика, а не наши с вами там какие-то деяния. Ну, чтобы не промахнуться, можно всегда выбрать все команды. Ну, ведь есть команды не на ленте, да. Но иногда бывает какую-то команду, может быть, вы не заметили, и тогда, получается, она на ленте есть, а вы ее ищите там, где ее уже физически быть не может. Тогда я беру все команды. Они для удобства здесь всегда упорядочены по алфавиту. И кнопочка называется «Мастер сводных диаграмм». Осталось только вспомнить алфавит и найти «Мастер сводных таблиц и диаграмм». То есть я добавляю эту кнопочку. В принципе, можно кнопочки добавить и на ленту, ну, или как вариант, она будет сидеть сверху, да, без привязки к какой-либо вкладке. Так, теперь я нажимаю на эту кнопку, и вы видите, в принципе, здесь единственное, чего у нас нет, как бы при обычном построении, используя команду «Вставка таблица», это то, что мы можем использовать в нескольких диапазонах консолидации. И я говорю далее. Здесь несколько загадочный вопрос. Он спрашивает, вы будете создавать поля страницы, но такое понятие поля страницы, оно осталось от 2003, ну, и более ранних версий. Если перевести на язык 2007 и более старших версий, то это по-другому называется ваш фильтр, фильтр отчета. Другими словами, это сколькими критериями вы можете описать одну или как бы другую таблицу. Ну, какие могут быть, например, критерии? Может быть, у меня какая-то там таблица отвечает, допустим, это данные определенной компании из определенного города. Или, например, это определенная компания, там, определенный год, да, или там кварталы еще и так далее. То есть вот этими критериями вы как бы озадачиваете себя сами. Единственное, сразу скажу, на следующем шаге это будет видно, больше четырех критериев сделать нельзя. И если надо больше, то можно просто какие-то критерии, ну, комбинировать. Не просто отдельно, например, год и квартал, как два критерия, а совмещать их сразу прям год и квартал, чтобы было прописано. Ну, к сожалению, больше шире возможности нет, поэтому вот только те, которые как бы здесь имеются. Можно выбрать, конечно, создать одно поле страницы, но там будет некое неудобство. Вы потом получаете в этом поле четыре объекта, они так и будут написаны, объект 1, 2, 3, 4, и вспомнить, кто из них за что отвечает. Ну, это достаточно тяжеловато, потому что источники потом, порезающиеся к алфавиту, ну, это почти как гадать. Если вы выберете создать поля страниц, то вы можете их выбрать от одного до четырех, и каждый диапазон вы уже сможете как-то кратко критериями описать, и потом вы будете понимать, когда вы обращаетесь к какому конкретному источнику, ну, и что вы анализируете. Поэтому я к тому, что даже если вам нужно создать одно поле страницы, можно смело ставить переключатель в положение создать поля страницы, чтобы ваш отчет получался наглядным, и вы понимали, каким данным вы обращаетесь. Так, говорю далее. А теперь чем-то вот напоминающее как окно консолидации, только выглядит верхняя часть немножко по-другому. То есть нам здесь нужно каждый раз выделять исходные данные, да, и, соответственно, также говорить, добавить. То есть я также иду в файл южный, выделяю исходный диапазон, говорю добавить. Потом в дальневосточный, ну, у меня их будет четыре. Больше я не стала делать, чтобы не выделять от сегодня и до обеда. И, соответственно, центральный. Ну, как и всегда, если вдруг что-то выделили не то, то внизу в списке выделили, удалили там или как бы изменили. Ну, наверное, многие наблюдают, что в окошке консолидации, что здесь есть кнопочка обзор, но, тем не менее, как-то она так прям хорошо всегда у нас не работает. В большей степени вообще не работает. Теперь чудесный русский перевод, который всегда меня веселил. Он спрашивает, во-первых, укажите количество полей страниц в одной таблице. Ну, дело в том, что, во-вторых, не последует, а в английской версии вообще нигде про во-первых не сказано. Ну, так, видимо, шутит иногда переводчик. Что это означает? Вот, как я уже сказала, поля страницы – это другими словами фильтры, то есть критериями, которыми вы можете описать вашу таблицу. Дело все в том, что, в принципе, у вас могут быть каждые таблицы абсолютно одинаковые. Правильно? Ну, я имею в виду даже и по количеству строчек, и по названию столбцов и так далее. И тогда в этом случае может быть там даже название листов, чуть ли не. Вы должны сами просто понимать, какой диапазон у вас за что отвечает. Вот у меня сейчас будет один критерий. Это, собственно говоря, какой там регион или округ, можем назвать как угодно. Тогда я здесь ниже указываю, что количество полей сводной таблицы у меня будет одно. Ну, выберем несколько, значит, все эти поля там по мере необходимости будут активироваться. И вот в этом первом поле, раз я выбрал только одно, мне нужно будет рассказывать для каждого этого диапазона, за что он отвечает. То есть, например, я выделяю, допустим, южный, и прямо здесь, как вот мне нужно, так я и напишу. Ну, а я прямо так и напишу южный. Соответственно, выделю центральный, так здесь и пишу центральный. Если вдруг вы там что-то опечатались, ничего страшного, можно как бы вместо того, чтобы было написать новое, и тогда он его тоже запомнит. Ну, соответственно, подписываю северный, и остается мой последний дальневосточный. Так, то есть я каждый диапазон в соответствии с тем, какие там данные, да. Ну, здесь мне сейчас удобнее, потому что я специально прописывала название, ну, либо файлов, да, либо название листов. А так даже если они называются 1, 2, 3, 4, 5, то щелкните, смотрите, за что это отвечает. И, например, пишите там, не знаю, одно поле Москва, ну, к примеру, другой там 2014. Потом следующий диапазон выделили, сказали там Москва, допустим, 2015. Следующий выделили, например, написали там, неважно, Сахалин, там 2014. Ну, то есть вы убираете количество критериев, и вот в этих полях вы уже рассказываете, за что отвечает каждый из этих критериев. Так, когда все диапазоны выделены, что называется, подписаны, да, тогда мы можем сказать далее. И после этого последний шаг, как бы спрашивающий, где будем строить. Ну, тут лист у меня был чистый, поэтому он предлагает ячейку А3, он отступает от начала листа, и я соглашаюсь, готово. Ну, 13-й, поэтому, говорит, сама сходишь на результат. Вот смотрите, что мы здесь получили. Если посмотреть на обычный список полей сводной таблицы, он, мягко говоря, не очень такой прям читабельный. Строка, столбец, значение, страница 1. Что это такое? Ну, просто по факту, как они у нас называются, да, строка, столбец, колонны только в 13-й версии. Страница – это вот, как я и говорила, фильтр. То есть, если сейчас я получила, что это за данные? Это абсолютно суммарные значения, да, всех этих, каждого из этих номинований по всем этим параметрам. Ну, отчасти мы можем как проверить. Вот наша Аленка, да, со значениями. И если мы перейдем на лист консолидации, то... То есть здесь у нее... А, ну, там дело все в том, что здесь немного поменьше сама сумма, да. А так, в принципе, по идее, по идее эти данные у нас должны совпадать, да. Как вы считаете? Должны? Должны, конечно. А на деле мы сейчас что видим? На деле они тоже совпадают. Просто смотрите, у нас порядок расположения столбцов, да, он их что сделал? Без нашего разрешения он взял их и отсортировал, насколько видите, по алфавиту, да. Поэтому что Аленка тут 123, да, там, то и здесь она тоже везде 123. Так, то есть просто изменил порядок расположения. А так цифры те же самые. Но при этом, что я могу делать? Вот сейчас я вижу абсолютно все, да. Вот так вот давайте сделаем, чтобы побольше было. Если, например, там, где у меня страница 1 я раскрою, то как я их подписала, так я и здесь смогу распознать. Правильно? Вот они. Только за счет того, что я там каждый диапазон подписывала, за что отвечают те или иные данные. То есть для себя я тогда могу уже эту страницу 1, ну, например, напишу там, допустим, регион, чтобы я понимала, что это поле у меня называется регион. И тогда уже здесь первое нормальное поле появляется регион. То есть я могу быстренько обратиться к конкретному региону. То есть, например, выберу территорию восточную, он сразу покажет данные только… То есть можно обращаться к ним по отдельности, да. Можно выбрать несколько элементов, посмотреть на какие-то данные там в совокупности, да, там, в нескольких регионах. Ну, и изначально-то это поле, оно всегда располагается сверху. Будет у вас два поля страницы, ну, и будет, например, там регион, период, да. А затем, как и в любом абсолютно отчете, в это поле регион можете разместить где угодно. Вы можете кинуть также, например, под наименование, да, и тогда у вас сразу будет видно, у какого наименования какие, соответственно, данные. Правильно? Можно, соответственно, поменять их местами. Ну, то есть тут уже все по ситуации. Там, может быть, раскидать их как-то иначе. Ну, то есть нужно просто смотреть, где что, как удобнее будет реально просматривать. То есть если сравнить с обычной консолидацией, да, то здесь, как вы можете видеть, оно получается, ну, немного более гибко. То есть там мы с вами получили и как бы либо конечный результат, да, без привязки к исходным данным, либо здесь нужно уже, ну, непосредственно из этого как бы данные там, если какие-то вам не нужны, ну, чем превращать это в значение, фильтровать или еще что-то, да, то здесь оно получается более гибко, вы же в любой момент можете и обычный фильтр всегда везде поставить, да, то есть посмотреть по всем регионам, кроме определенных. Поэтому получается такой, ну, несколько более расширенный вариантик на фоне обычной консолидации. Ну, единственное, вот вы видите, это надо обязательно достать эту кнопочку, да, потому что без нее у нас нынче подхода нет и аккуратненько. А, кстати, если вы вдруг даже, например, что-то забыли или у вас появился еще какой-то регион, да, то здесь какая будет ситуация? Вы возвращаетесь на эту кнопку, на предыдущий шаг выделяете, соответственно, подписываете его. Когда вы потом скажете далее готово, он в ваш отчет тоже будет потом добавлен. То есть на фоне, если смотреть в сравнение с обычной консолидацией, здесь если что-то добавилось или надо убрать, надо заморочиться, правильно? А если добавилось, то практически старое стало не нужно, его надо удалить, да, прийти, добавить, построить заново. А здесь достаточно лишь вернуться к мастеру на предыдущий шаг, выделить, подписать диапазон, и, соответственно, когда вы скажете готово, он сразу быстренько все обновит. То есть этот инструмент есть тоже во всех версиях Excel без исключения, да, но единственное, вот, начиная с 2007 версии, его не все порой находят, не все порой о нем догадываются, но на самом деле есть. И чтобы им пользоваться, нам с вами нужна эта кнопка «Мастер сводных таблиц». То есть либо вот здесь, как обычно, другие команды, либо традиционный, если файл, параметры, да, также настроить ленту, либо на ленте можно ее добавить на какую-то, либо панель выстроить доступ. Ну, это уже кому как удобнее. Некоторые иногда делают свои ленты, да, чтобы вкладочки, чтобы там хранить какие-то наиболее интересные и нужные команды. Да. То есть, как вы понимаете, у каждого способа есть свой плюс. Тут вопрос какой. Быстро нужно сделать и больше ничего не менять, да, или вот чтобы было более гибко. Теперь третий наш вариант. Это у нас была обычная сводная, да, годящаяся в любой версии. Теперь третий вариант нашей консолидации. Это будет консолидация, но использование сводных таблиц в 2013 версии. Дело все в том, что окно выглядит одинаково и в 7, и в 10, и в 13 версии, но в 13, в этом окошке внизу, есть возможность анализа нескольких таблиц. Косвенно это загружается в модель PowerPivot, но косвенно. То есть напрямую она как бы не грузится. Вот если нужно что-то мощнее и прочее, тогда уже непосредственно нужно использовать саму надстройку PowerPivot. То есть в 10 версии ее тоже можно использовать, надстройку, да, но ее нужно обязательно скачивать с официального сайта Microsoft и ставить. В 13 версии она уже добавлена в саму программу. Ее нужно всего лишь включить, и дальше можно пользоваться. То есть сама модель данных, она есть и в 10 версии, и в 13. Но вот так вот не забегая в нее и построить достаточно несложно, можно только в 13 версии. Не включая модель PowerPivot, да, косвенно, для пользователя совсем. Так вот, значит, затея у меня будет какая? Ну, опять чистый лист – это для результата. Например, у меня есть три таблицы. Одна табличка сотрудники, где простейшая информация, допустим, код сотрудника, как его зовут, дата найма, ну, и, в общем-то, могу написать сколько угодно, это не столь важно. Дальше, например, есть таблица заказа 2013 года, ну, и если на нее посмотреть, на текущий момент вы увидите там 810 заказов, да. И есть табличка заказа 2014 года, ну, здесь, например, там 1000 заказов, да. И наша задача заключается в чем? Мне нужно сразу, как бы, быстренько в одну табличку эти данные стянуть. Например, может потом добавиться еще таблица, ну, допустим, пройдет 2015 год, появится лист там заказа 2015, да. И я хочу достаточно быстренько добавить этот диапазон и быстренько в отчет тоже его добавить. Вот это все возможно с какой целью? С целью быстро использовать данные без каких-либо дополнительных перемещений, там в одну таблицу или вот сборы информации заодно, а потом разными функциями прописывать по одному там столбцу, по другому, по третью. Мы понимаем, что количество столбцов, да, наших полей, их может быть любое количество, и нам нужно делать так, чтобы вот, ну, по принципу, к обычной сводной строим, буквально переносим, и все было на своих местах, да. Так как этот источник Excel-овский, то он же может все время дополняться, то идеальный вариант в этом случае, чтобы наши обычные таблицы были таблицами Excel, ведь они сами автоматически определяют свой размер, и в случае изменения данных нам достаточно будет лишь выполнить команду обновить, и в нашем отчете уже будет все построено. Поэтому я преобразую каждую из этих табличек. Например, стандартно, там, допустим, главное форматировать как таблицу. Можно нажимать там Ctrl-T, можно нажимать Ctrl-L, ну, а если вы прям хотите выбирать внешний вид, то, конечно, тогда надо форматировать как таблицу. Выделяется вся таблица, если что-то не так, то ваша задача выделить ее самим, и помните, что для всех инструментов Excel-а только верхняя строка может являться заголовками, да. Поэтому иногда бывает, когда информация везде текстовая, он может эту галочку таблицы заголовками не ставить, тогда просто не забывайте это делать сами. Так. Так как он по умолчанию дает имя таблицы 1, 2, 3, это вы всегда увидите на вкладке конструктор, когда курсор находится в таблице, то вместо таблицы 1 я лучше, чтобы мне потом было понятно, так и напишу, что это у меня сотрудники. Ну, если кому не хватает сеток, чередущие столбцы можно поставить для этих моментов, и они тоже будут. То же самое, как несложно догадаться, мне нужно сделать с заказами 2013. Ну, так как это я пишу имена, то в именах у нас не может быть пробелов, не могут начинаться цифры, да. Поэтому если вы пишете какие-то недопустимые символы, то программа, естественно, будет сопротивляться. То есть все три таблицы преобразовываю в таблицу Excel. Так. Ну, например, буду находиться в любой из них, хотя это не столь существенно, и буду начинать строить сводную таблицу. Ну, когда я нахожу структурированные таблички Excel, то на вкладке конструктор тоже есть команда сводной диаграммы, она абсолютно аналогична, как и вставка сводной диаграммы. Здесь, на этом шаге, вот я и ставлю «Добавить эти данные в модель данных». То есть если я это не поставлю, он начинает строить обычный сводный, то есть такой список полей на данных текущей таблицы. Если я ставлю галочку «Добавить эти данные в модель данных», то немножечко меняется внешний вид списки полей. Ну, говорю «Окей». Внизу там бежит немножечко фраза «Загружается модель данных». Ну, иногда, в зависимости от того, как часто ее или как редко загружали, это может быть потеря по времени такая поприличнее в том числе. Так вот, отличие какое? В списке полей у нас с вами четко написано, не просто сразу идет список, да, какой-то одной таблицы, а вы видите, есть активная и есть все. Вот здесь как раз мы и видим, вы видите, сотрудники, заказы 13, заказы 14. Я их переименовывала, почему? Потому что, например, внутри-то названия полей все одинаковые, и потом, на самом деле, не видно, из какой конкретно, ну, так, напрямую таблицы вытащите дамы. Ну, например, нужны мне данные непосредственно там, код и фамилии, имя, отчество, ну, чтобы сразу видеть в одном отчете. Так как у нас 13, 10, 7, он по умолчанию строит сжатую форму, то есть структуру, да, то нужно просто, чтобы они были рядом, поменять на вкладке «Конструктор» макет отчета в табличной форме. Чтобы не было промежуточных итогов, ну, как вариант, там же на вкладке «Конструктор» взять и отключить промежуточные итоги. И тогда табличка будет более обычной структурой, да, простой. Ну, некоторым еще иногда мешаются эти минусы, их тоже можно отключить на вкладке «Анализ» или «Параметры в 10-й версии» в группе «Показать», кнопка с названием кнопки. Тогда оно отключается. Ну, а теперь, это мы, в принципе, без напряга могли бы сделать и при обычном построении, правильно, пока мы взяли данные из одной таблицы. А вот теперь я, например, беру заказы 2013-го и из этой таблицы выбираю строимость заказа. Ну, по принципу, как и обычных сводных, если мы просто ставим галку, то все числа летят в область значения, все остальное обычно по умолчанию отправляется в строки. И вот здесь обратите внимание. Для привлечения нашего внимания на желтом фоне у нас сразу появляется некое возмущение от программы, что могут потребоваться связи между таблицами. Ну, даже если, к примеру, вдруг вы эту желтую фразу не видите, да, на желтом фоне, то очень легко видеть в самом отчете странность в виде общего итога, который присутствует как в общем итоге, так и в каждом значении, да, как-то подозрительно. Вот если вы вытащили поля из одной таблицы, проблем с этим нет. Если вы вытащили из разных таблиц, и между этими таблицами нет связи, а изначально действительно нет, то потребуется их создать. Поэтому я нажимаю создать. Ну, здесь в этих окошках немножко легче тем, кто, например, работал, например, хотя бы с Аксессом, потому что есть такое понятие, как первичный ключ, ну, и то, что они здесь назвали чужой, это в терминологии баз данных называлось бы внешний ключ. То есть связать у вас получится при условии, что в таблицах есть поля, по которым значения совпадают. И при условии, что, например, в одной табличке у вас эти значения могут повторяться, да, вот как у нас заказы у одного там сотрудника, у него этих заказов большое количество, да. А также должна быть таблица, в которой это поле будет встречаться без повторений. Ну, там, где они встречаются в уникальном своем списке, ну, или как часто говорят простым такими словами, типа справа. Так вот, начну снизу. Где первичный ключ, первичный, да, это там, где они никогда не повторяются. Поэтому никогда не повторяются, это у нас информация только в табличке сотрудники. Мы по коду сотрудников только можем связать. Поэтому я выбираю связанную табличку сотрудники, первичный ключ, непосредственно поле код сотрудника. Ну, а таблица, сейчас я брала данные из заказа 2013, он тут не понимает этого, да, я выбираю заказы 13-го, и вы видите, он уже, видя исходные данные кода сотрудника одной таблицы, увидев их в такие же в столбце код сотрудника выбранной таблицы, сразу сам подставил. Все, говорю окей. И тогда уходит фраза, и вы видите, общая сумма-то, она была правильно показана, но теперь она наконец-таки распределилась между ними всеми. То есть для себя, например, я могу взять и эту таблицу переименовать, и, например, назвать там заказы 2013. Ну, как и всегда, не может поле совпадать по названию с названием поле таблицы, хоть одним символом отличаться. Как несложно догадаться, теперь мне жирники вам показывают эту таблицу, из которых я уже задействовал данные, и вот аналогично я поступаю с заказами 2014 года. То есть также добавляю стоимость заказа, так как она пока еще ни с какой таблицей не была связана, то мне тоже говорит о том, что может потребоваться связь. Не то, что может, а она нужна. То есть, опять же, одна сумма везде. Поэтому я говорю опять создать. И, соответственно, также нижняя табличка – это сотрудники с ее уникальными значениями по поле код сотрудника, ну, а верхняя, соответственно, заказы 2014 тоже с кодом сотрудника. И в этом случае у нас с вами сразу автоматически получается такой вот результат. Ну, вот здесь, как однажды в одной компании они посмотрели так взглядом, говорят, ага, неплохо, говорит, работали, куда-то ушли. Ну, просто нету данных уже по этим сотрудникам. То есть, соответственно, что будет? Если в дальнейшем, например, у вас появится новый источник, да, здесь в чем плюс еще? Плюс в том, что у вас источники преобразовываете в таблицы Excel, да, и они автоматом у вас, ну, обновить, если что. На вкладочке все будут сразу подписываться. Причем, ну, не знаю, обратили бы внимание, нет, между ними до этого были такие линии разделительные. Видели или нет? Когда разделительные линии, это просто говорит о том, что они ни с чем не связаны. Вот у нас больше других таблиц нет. А так, если бы еще были, был бы тоже такой горизонтальный, здесь бы вот разделитель, просто нижний, при следующей табличке, опять разделитель, следующий. А если какие связаны, он их сразу будет, как в одну группу, в один блок отделяет друг от друга. Поэтому вот если, например, новое, что делает человек? Преобразовал в таблицу, да, подписал как-то там другое, дал имя тоже, обновил, если что, да, обычные команды, там, обновители, Alt F5. И, соответственно, табличка здесь появилась, поле достал, связь создал. Прошел еще период, да, он опять табличку преобразовал, связь создал, и, пожалуйста, получается. То есть тем самым без каких лишних действий, ну, я имею в виду мучений там по части вычислений, да, там, одни формулы, других прописывания. Здесь нам главное добавить источник и связать. То есть другими словами, обязательно должно быть поле, по которому эти диапазоны можно будет непосредственно связать. Понятно? Так, ну, вот такая вот напрямую возможность, да, вот мы сейчас никуда не ходили в другие окна, мы тогда пользовались окошками цели только, такая возможность, она только в 2013 версии. Такое вот как бы косвенное использование модели данных. А вообще, если глобальная модель, как я говорила, если прям включить настройку PowerPivot, то она будет позволять загружать в эту модель данные из различных источников, существенный плюс в том, что это будет количество строчек, даже значительно превышающий размер строк на любом листе. То есть это может быть и 2, и 3, и 5 миллионов строчек. Сам к себе Excel такое нам не позволяет делать. А так вот, получается, взяли, создали, связали. То есть если нужно выдергивать данные то из одной, то из другой таблички, то строя в 13 версии, поставив эту галочку, вы спокойно можете себе этого позволить. Если вот я сейчас, например, чтобы я тут не использовала, он же мне теперь, я буду вытаскивать, он не будет говорить о том, что нужно создать связь, когда она там есть. Ну, обычно, если вы неправильно пытаетесь создать, он, конечно же, будет ругаться. А так, если посмотреть на вкладочке «Анализ», у нас есть кнопка «Отношения». Ну, по-другому схема данных, как применительно к базам данных. И вот здесь тогда он как раз и показывает, какие связи были созданы между какими таблицами и каким полям. Если что-то не так или вообще в корне стало не нужно, то всегда можно выделить и сказать, соответственно, удалить. Ну, или сказать «Изменить» и, соответственно, поменять счетов. Или, например, это же окошко вы можете закрыть, да, а вспомнили, что надо создать связь. Когда придя в него, так же нажимаете «Создать», вы видите абсолютно один в один такой же. Ну, когда используется, например, модель, там поинтереснее, там можно не читать, а просто перетаскивать поля. Причем в 13-й лучше, чем в 10-й, потому что в 13-й тащи от первичного ключа к внешнему, наоборот, он сам определяет правильное направление связи, в котором оно должно быть. То есть можно в Excel 13-м строить сводные таблицы по данным нескольким таблицам, да, собирая их во что-то одно. Ну, вы смотрите, Александр спрашивает, заново связывать таблицы? Нет. Здесь именно плюс. Если у вас табличка что-то меняется, ну, давайте, например, я возьму, предположим, пусть будет 13-й год, добавлю какой-нибудь мощный еще вариант. Ну, пускай это, хотя код нам не столь важен. Ну, наверное, тогда сумму какую-нибудь надо по-гигантски добавить. Ну, и пусть будет такой же товарищ. То есть теперь это же динамическая табличка, поэтому, возвращаясь на лист, я лишь выполняю команду... Так, кого мы там пристроили? ТТТ. То есть у меня сейчас ТТТ. В 13-м году мы видим там 34 с небольшим тысяч. Теперь я выполняю команду обновить. И в результате вы видите он уже в своих прекрасных показателях. В этом и плюс. Вот если использовать просто диапазон, то вновь добавляемые стройки, столбцы, неважно куда там, да, вот конец, конечно, больше. Если в середину, то они все равно придут. А здесь вы просто говорите обновить, и были бы новые столбцы, ну, значит, тогда в источниках здесь бы мы с вами в списке полей также бы наблюдали новое название столбцов и могли их спокойно вытаскивать. То есть по мере, например, одни данные, потом ситуация в жизни изменилась, там добавилось еще что-то, обновить сказали, поля подтянулись, вы их спокойно взяли и вытащили. Так как между таблицами уже есть связь, то вы можете вытаскивать сколько угодно теперь полей из этих таблиц, никакого другого вопроса уже не будет. Ну, к примеру, даже вот если я вытащу, допустим, код заказа, то в результате что будет? Он не просто посчитает реально, сколько было заказов, но сейчас он что считает? Цифры он считает сумму. То есть я могу, как всегда, например, зайти в параметры полей значений и, например, сказать, что я хочу считать количество. И тогда уже вот тысяча в 2013 у нас в тысяча, в 2013, там в 811, 712. И тогда он нам четко расскажет уже конкретно, сколько заказов было у каждого сотрудника. Будут новые поля добавляться, но абсолютно все аналогично. Вот такой вот значочек справа, так называемая экспресс-тенденция, он появляется в 13-й версии, вот когда строим с использованием модели. Ну, я не могу сказать, что это прям какой-то шедевр, без которого нельзя обойтись, но иногда это очень удобно. В этой таблице не очень много полей, но вот представьте, что вы хотите посмотреть сейчас, а что же конкретно были за заказы, например. Вот я нахожусь сейчас в 2014, и, например, я прям хочу конкретно посмотреть это код из заказов, мне нужно. Тогда я выбираю, и вы видите детализация до код заказа. Ну, типа окей. И тогда вы видите, он просто как поступает. Он берет, меняет нам с вами макет, мы могли бы сами, вот если в предыдущих версиях аналогично делали, он меняет макет, эти критерии, там код и как его зовут, управляет в фильтр отчета и показывает, пожалуйста, все те коды, где был этот сотрудник и какие, соответственно, там были суммы. Ну, видите, здесь, говорит, может потребоваться там как бы связь. Хотя, в общем-то, глобально у нас вроде как связь есть. А вот эта команда, если вы воспользуете экспресс-тенденциями, она дальше, если вы хотите что-то делать, либо сами меняете макет, либо если вы не ушли куда-то далеко, то вы говорите отменить, и оно возвращается. Ну, здесь сейчас, если я как бы для этой таблички не очень, как бы он удачный вариант, но в целом, когда вы используете как моделью, с моделью, да, в списке операций, вот обычно наша сумма, средний, минимум, да, максимум, здесь помимо 11 операций, в самом конце появляется еще одна операция, число различных элементов. Это может быть, например, в каких случаях интересно? Ну, например, там у нас каждый сотрудник работает с каким-то количеством клиентов, да. Если вы просто вытащите поле клиент, ну, где текстовое значение, он просто посчитает, ну, по сути дела, количество заказов, да. А если вам нужно посчитать, со сколькими клиентами он работает, то есть без повторений, то вот как раз число различных элементов, ну, это функция дистинкт, она в этом случае будет, как бы, доступна. Так просто в обычных сводных у нас этой функции с вами нет. Ну, ее можно независимо от того, да, там, связывали вы или нет, но именно вот когда вы используете построение вместе с моделью наручка. То есть если говорить о построении со сводными таблицами, то здесь что у нас получается? В 13-й версии при построении мы можем добавить модель. Если у нас будет только одна табличка задействована, то вот из дополнительной – это вот эта вот экспресс-тенденция и возможность посчитать количество уникальных значений по одному полю, да. А также, если мы используем данные нескольких таблиц, вот тогда у нас появляется с вами возможность уже эти несколько таблиц брать и связывать и в отчет вытаскивать данные из различных табличек. Так, да? То есть иногда это тоже неплохо, потому что в противном случае, ну, пришлось бы, наверное, формировать там, допустим, список, да, потом считать там функциями, а здесь вы просто вытаскиваете, и в любой момент можете операцию менять по сумме, средней, минимум, максимум. Или сразу одновременно все, да, то есть дальше, в принципе, работать как с обычными табличками. Да. Ну и, например, еще один инструмент, четвертый, который мы сейчас затронем, это использование функций, и, например, это будет функция dvsl, или в английской версии она называется indirect. Ну, сама по себе функция, если посмотреть, там, кратко ее описание попробовать, почитать в справке, то легче как-то не сразу становится. Да, иногда даже, когда уже и знаешь, что она делает, посмотрев справку, как-то вот не совсем понятно, что там написано. Загадочность этой функции заключается в том, что у нее, вы видите, только два аргумента. Первый – это ссылка на ячейку, ну, ячейку или диапазон. А второй аргумент, он так называемый A1. Это какой тип ссылок у вас используется. У нас в Excel с вами нумерация ячейки может быть по принципу A1 или R1C1. Но в ссылках вида R1C1 с этой функцией будет работать крайне тяжело, как, в общем-то, и во многих. Поэтому вы видите A1 в квадратных скобах, как бы намек на то, что эта ячейка, что этот аргумент необязательный. Поэтому если у вас нумерация столбцов на листе буквенная, то можно смело функцию dvsl, или аналог английский indirect, использовать только первый аргумент. Что это такое? Функция dvsl позволяет вам формировать адрес ячейки или адрес диапазона по принципу, ну, в большей степени текстовых функций. Ну, вот, к примеру, у меня здесь есть листик, я его так и назвала, функции, в котором представлено, вы видите, там 15 городов. И мне нужно быстренько вот в эту табличку из листов, то есть у меня дальше там 15 листов, вы видите, они тоже называются по названиям этого города, то есть это неспроста, естественно. И здесь на этих листах у нас столбец b – это все время объем партии, столбец c – это, например, значение прибыли. Количество строчек у нас на каждом листе, вы видите, оно тоже может быть отличным. То есть с помощью этой функции очень удобно собирать данные из нескольких таблиц в одно. Бывают ситуации, когда вам надо, например, что-то обработать или условно получить адрес какой-то одной ячейки. Ну, давайте вначале я так просто получу, например, представим, что бывают такие ситуации, когда, например, там на каждом листе условно там в ячейке, допустим, b2, как будто вот значение, которое мне нужно подставить в другую табличку. Как делал таблицу, да, и вот где-то определенную. Только согласитесь, если я буду это делать руками, то это выглядело бы как? Равно, да, прибежали, молодцы, еще окна. Дальше опять что сделали? Ну и так далее, да, ручками. А у нас затея сделать это как бы не руками. То есть формально мы должны получить адрес, как вот он должен быть в правильном варианте написания. Это может быть адрес одного листа, это может быть адрес с разных листов, это может быть адрес одной ячейки, а может быть и адрес диапазона. То есть здесь одна с вами требуется правильное понимание, как формируются эти адреса, и исходя из этого, соответственно, их уже и прописывать. Ну, давайте я так вот, чтобы нам было видно, или для тех, кто забывает, как они выглядят, я вот так вот сделаю типа как подсказку, что мы должны собрать. Значит, когда мы собираем с вами адрес, мы его можем собирать по частям. То есть, например, какие-то данные определяются, да, там, каким-то формулам, функциям, какие-то данные берутся из каких-то ячеек, какие-то данные просто прописываются, как некий постоянный текст. Вот ваша задача собрать этот адрес по принципу текстовой строки, но ведь если я просто напишу там благовещенск, восклицательный знак B2, да, и в этом случае ли он там адрес ячейки сформирует там F5 буквами, он же не поймет, там F, там цифры комбинируются. Мне нужно, чтобы тогда он этот текст перевел в адрес. Как раз это и будет делать функция ДВСУ. Смотрите, принцип такой. Ведь мне же нужно заставить не самой руками бегать по этим разным листам в ячееке B2, а мне нужно заставить программу смотреть название города, который у нас четко совпадает со званием листа, то есть брать его, и бежать, например, в определенную ячейку. Тогда как бы это было? Ну, здесь по соседству, да, напишу просто для B2. То есть я тогда говорю равно. Так как я буду сочинять адрес, ну, давайте я вначале просто сочиню, чтобы мы видели, что это получается текстовое значение. То есть я тогда что беру? Название города, правильно? Дальше я понимаю, что восклицательный знак – это постоянный символ, правильно? И если меня всегда интересует одна и та же ячейка B2, то это тоже получается постоянный символ. По принципу работы как с текстными данными я тогда ставлю значок в сцепке AND и сама в калышках ввожу, соответственно, восклицательный знак и, например, B2. Ну, регистр не столь важен, B2 прописной или строчный будет написано. Здесь самое важное что? Чтобы это B было латинское, а не случайно V русское. Вот я завершаю эту формулу. И в результате я получаю просто адрес этой ячейки. Это я понимаю, что адрес. Для программы это просто сочетание символов, правильно? Это я могу понять, что у меня надо бежать на лист Благовещенск в ячейку B2. А его нужно заставить увидеть это, то есть текстовое значение, и взять оттуда значение. Вот тогда как раз вот это буквенное словесное сочинение перевести в адрес одной ячейки, в адрес диапазона. Или бывает это словесное сочетание, которое должно быть не просто там, допустим, слово, условно, не знаю, шоколад, да, или там ассортимент, а это, например, именованный диапазон, который называется ассортимент. То есть чтобы букву перевести в адресацию, в этом случае как раз нам и нужна функция, которая называется dvssil. То есть я тогда здесь в начале возьму и подпишу, почти так, dvssil. И когда я в конце закрою скобку, потому что мы выяснили второй аргумент, он у нас по умолчанию, да, что буквы у нас в нумерации столбцов, то в результате вы видите, он теперь мне побежал в Благовещенск к ячейке b2 и вытаскивает из нее значение. Ну вот Благовещенск, Владимир, здесь по 12, да, а Владивосток уже 45, ну Владимир, да, Владивосток уже 12, а Владимир 45. И он, соответственно, что сделал? Он также на правильный лист отправился в соответствии с тем, какое название и получил. Если, например, здесь окажется название города, которого нет, то, естественно, ответом будет служить решетка ссылка, то есть мы создали адрес, к которому нельзя подобраться, то есть несуществующий. Так, ну это мы сейчас получили что? Мы получили адрес одной ячейки, правильно? А если мне нужно сейчас, чтобы он бегал и сразу прям считал, сколько тонн разного там наименования, он мне в каждом городе, например, там, неважно, у нас было продано, какие размеры прибыли. Ведь на каждом листе у нас количество строчек различных. Так как на одном листе у нас присутствует только исходная таблица, и никакого ничего лишнего в округе нет, в большей степени нас интересует внизу, то, в принципе, мы формуле можем прям прописать полностью столбцами b, например, полностью столбцами c. Ну, а, естественно, эти данные нужно что делать? Складывать, да? Тогда в результате я сейчас какого рода буду прописывать формулу. Надо складывать. Дело все в том, что если вы будете функцией dv-сыл в качестве ответа получать диапазон, ну, например, b2, 2, и то, и b20, то она ничего с ним не может сделать, и когда получает диапазон, то он либо передается в какую-то формулу, где он нужен как диапазон, либо, например, в этом случае нужно добавлять функцию не ваша там сумма, минимум, максимум, да, чтобы он эти ячейки так же обработал. Так вот, тогда я беру сумму, и уже внутри я не просто, опять же, выделяю там ячейку, да, мне нужно заставить его бегать на каждый лист и смотреть столбец b. Тогда я добавляю эту функцию dv-сыл. Немножко не она. Так, dv-сыл. И теперь мне нужно формировать адрес ячейки, состоящий по принципу, да, название листа и определенный столбец. Соответственно, название листа я могу легко взять откуда? Из ячейки, да, потому что она совпадает. Дальше мне нужно сцепить. И постоянный текст, то, что это лист, да, восклицательный знак, обязательно иначе будут сообщения об ошибке. И объем партии у нас всегда находится в столбце b. Когда мы берем и прописываем b, двоеточие, b. Ну, или какой-то определенный ряд ячей, да, если всегда один точек. И в колочке закрываем. Красная скобка – это от функции dv-сыл. Еще одна скобка. Первая и последняя в Excel всегда черная. Это уже от функции сумма. Завершаю. Спокойно копирую до конца таблички. Ну, и, например, допустим, Москва 1757. Если я перехожу на лист Москва и выделяю столбец b, то здесь действительно 1757. Единственное, при таком варианте у меня нет возможности быстрее скопировать ее в соседний столбец, потому что текст постоянный, да, его нужно как бы менять. Поэтому здесь я могу как поступить? Я могу скопировать эту формулу и просто столбец b, например, поменять на столбец c. Так как этот сейчас текст постоянный, то либо надо делать расчетный, там, вариант какой-нибудь дополнительный еще, либо вот он, пожалуйста, также пробежался и теперь со всех листов собрал нам тот прибыль. Если, например, смотреть какой плюс, добавился еще какой-то город, да, мы его подписали, прокопировали, и он также, если там структура таблицы одинаковая, спокойненько взял и выдал нам с вами результат. Ну, я могу сказать так, что функция dvc не полезная. Во многих случаях это как бы, ну, используется достаточно широко и с другими функциями. но в то же самое время но в то же самое время она может использоваться как бы и в других функциях. Например, ее можно увидеть в связке с функцией адрес, которая тоже позволяет собирать данные с разных листов. Используя функцию адрес, также приходится использовать там часто функции поиск поз или мэйч в английском варианте. То есть тут многие функции, кажется, что они иногда друг к другу чем-то ну, добавляют, что называется, повторяют. На самом деле ничего подобного. Это только вот какие-то частные случаи. Ну, так, ряд функций есть, похоже. А так вот, ну, как бы, можно делать и другие варианты. Надо всегда смотреть, что у вас есть в качестве исходных данных, что вы можете определить. Если вы можете определить координаты на листе, ну, например, номер строки, там, номер столбца, то вы это можете сделать с помощью функции адрес. Она будет конкретно по координатам строка, столбец и при необходимости названия листа формировать адрес ячейки с другого листа. Она тоже сформирует только адрес. А чтобы это стало полноценным значением уже из этого адреса, нужно будет также добавлять функцию DWSL. То есть, в принципе, вариант достаточно такой приятный. Иногда можно вот использовать, например, индекс и поиск POS. А иногда, если вы берете данные всегда из одного столбца, можно не брать индекс, взять DWSL, объединить определенную букву с этой позиции. То есть в этом случае это будет точно на то же. То есть варианты, на самом деле, как вы видите, ну, если в целом говорить, это еще далеко не все, ну, как бы, которые возможны, да, где-то бывает так, что мне нужно просто консолидировать данные не с выполнением какой-то операции, а в одну таблицу. Ну, здесь, если мы будем использовать 13-й уже или 16-й Excel, как вариант, может быть инструмент, который называется Power Query. То есть 16-й версии, он уже встроен, для 13-й его можно дополнительно поставить. Там вы можете несколько табличек брать и объединять в одну. Ну, эти инструменты, они больше нужны для работы с моделями, потому что когда иногда объединяешь, количество строчек превышает, размер листа, и здесь на лист Excel обратно вы их, что называется, выгрузить не сможете. Тогда вот в моделях загоняют, и там уже можно будет их обрабатывать. Вот, поэтому, ну, а где-то это могут быть и в том числе, как бы, консолидация подразумевается, но может быть, даже человек там тоже самые функции сумм, если мн, да, или сам ifs подтягивает данные. То есть где что проще. Где-то может быть консолидация, но при этом вы работаете не с числовыми данными, а, например, с текстовыми. Да, тут вариант какой? Консолидация не пройдет, да, потому что консолидации нужно данные обрабатывать, там, считать, среднее, просто написать значение не может. Сводная таблица на пересечении не пойдет, да, и, например, один из вариантов, это та же самая функция dvcell, или там индекс с поиском POS и так далее. Поэтому вот, когда некоторые говорят там то же самое слово отчет, в принципе, любую таблицу можно назвать отчетом, да, или в большей степени, когда говорят отчет, подразумевают все-таки, например, те же самые сводные таблицы. Поэтому при консолидации также. Это может быть и простая формула, это может быть инструменты, да, то есть нужно смотреть в первую очередь по всему тому, что у нас на самом деле есть. Ну, если говорить о том, что как бы из затронутого, ну, к примеру, ну, начало изучения сводных таблиц, ну, может быть, кто сталкивался уже, оно у нас, конечно, идет на втором Excel, да, это как бы старт, ну, и все основные варианты для работы со сводами. Консолидация, она также встречается в блоке второго уровня, где у нас работа с большими таблицами, да, вот сводные, как я вам показывала, по нескольким диапазонам, их, в принципе, в программе как таковых, ну, как бы нет, ну, я имею в виду при любой версии когда. Если говорить про эту замечательную функцию, dvcell, адрес и прочее, то они как раз проживают не где-то, а конкретно в первом модуле курса третьего, она есть и визуализация данных, то есть вот с разными вариациями, то есть заковырки есть у каждой функции, при определенных исходных данных много что встречается. Если говорить непосредственно про уже связанные таблички, да, вот, они у нас имеют отношение, напомню, только к 13-й версии, и вот мы их вначале строим как такой частный случай, да, вот как я вам показывала, построение подаст нескольких табличек, или уже такие более расширенные возможности, но это тогда непосредственно модель PowerPivot, ну, и все вытекающие потом отчеты, легко можно строить PowerView и PowerMap. Многие иногда интересуются, вот PowerView, PowerMap, это только для 2013-й версии. То есть PowerPivot, он есть и в 10-й, но инструментов PowerView и PowerMap у кого в 10-й версии физически быть не может. Ну, вообще, я бы сказала так, чем старше версия, тем, в принципе, лучше. То есть даже вот то, что мы сейчас, PowerView, он встроен, PowerMap надо ставить. PowerClear, если мне нужно для 13-й версии, тоже надо ставить. А в 16-й, например, следующая уже версия, она вышла, там уже все это, ну, PowerMap только надо ставить, а так все остальные компоненты, они уже галочку поставили, они уже ставили. Поэтому, в принципе, нет ничего невозможного, можно как угодно данные консолидировать, и, в принципе, в Excel для этого тоже, насколько вы видите, есть различные инструменты. Какие есть вопросы? У меня пока нет. Я посмотрю в вашу страницу, потому что я хочу все-таки у вас пройти. Мне сейчас и нужно поработать. Я полагаю. У вас нет вопросов? Так. Ну, тогда, как это называется, по современной последней традиции, сейчас будет несколько вопросов. Тестовых. Единственное, я вам не могу сейчас тест открыть. Так, значит, там, не помню, по-моему, я три или четыре вопроса вам оставила. Пожалуйста, ответьте. У них там ничего сложного нет. Любят Jakab Laka. Теперь мы посмотрим, Так, кто-то大家好 на его частности, мы все с вами будем делать. они życia bei blanc-у, и давайте вам ничего Это всё с собой. Обычке лицо. этоıp nicht, Продолжение следует...